привет мои дорогие девчонки мальчишки пятница сегодня наконец-то прибежала вот я со школы видите вся мокрая под дождь попала но куртка хорошая но тем не менее под дождь попала что развиваюсь и будем с вами сейчас снова говорить о покупках что я купила потому что выплаты есть я знаете почему скажу вот и пытаюсь себя чем-то порадовать это обязательно надо кстати мне сосед дедушка наш принял смотрите вот такие цветы вроде как она нарцисс они не похожи какие-то другие но как они пахнут знали вы просто вот бесподобно пахнут они это я вам показала что еще что сегодня мне повезло прям взять в нормал захожу а я пользуюсь глискуром до кончика волос когда голову помою обычно вот бывает пшик и бывает нет ну стараюсь пшикать и я захожу девочки 14 крон потому что они без колпачка конечно же я добрала все которые там были по 14 крон это вот почему же не взять взяла сейчас может быть я сразу смешу взяла себе навесну очки не то идут не идут но мне мне в них комфортно мне в них хорошо видно все то есть мне в них комфортно 100 крон ну пластмасс конечно я привыкла знаете к стеклам но стекла сейчас солнцезащитные не потяну есть другие расходы поэтому очень даже нормально будет вот пластмассовых походить так потом что еще я вы знаете чему рада была освежитель для пылесоса то есть пылесос вы когда мешок сам кидайте капсулку когда присутствие вас пахнет на весь дом нашла хотел заказывать дома в интернете вот нашла то же самое в нормале 15 крон всего сейчас даже открою покажу вам так 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 всяком учите который покупал я были в капсулках здесь гляну какие они да такие точно вот такой точно такие же вот такие капсулки что еще взяла анюшки ручки потому что ручек много не бывает сотни в школу пути недавно в рюкзаке потекла ручка и терка сиреневая в смысле сиреневая взяла зубную пасту вот эту постоянно беру очень нравится пока что надо к знаете каким-то такими более крупными кристаллами как знаете как будто с крупной содой и хорошо очищает зубки вот эту зубную пасту у меня конечно же взяла себе помадку геенческую с вкусом шоколада нож у меня есть салоем у меня есть беленькая ради эксперимента взял шоколадную взяла себе вот такой гель для душа найти вот буду душ принимать и будет мне вкусненько мне найти очень важно чтобы вот мне свитер пался духами там футболочка пахала духами душ принимая что было вкусненько эти все ароматы для меня очень большой роль играет 155 крон упаковку судочков для чего взяла потому что пришла к выводу что мне нужно готовить мне нужно готовить и вот на завтра вспланировать себе так это у меня будет на обед это на завтрак это на ужин если на камеру покажу вам видно вам не видно у меня здесь вот вот стоят судочки для еды у меня такие судочки есть оттатки еды то есть у меня садочки вроде как есть но взяла еще сейчас вам покажу таком перекус школу смотрите вот какой маленький у него такие хорошие вот крышечки что если даже там что-то случится она не протечет я люблю вещи таки на эти какие-то надежные у меня получается будет 4 вот таких а на салатике куда-то с собой взять даже если на природу выезжать вот четыре разных вида вот таких четыре у меня будет и один не извлекается не извлекается не так извлекся и вот такой ну как бы он стандартный не дано сколько литров но его можно смотрите и микроволновку и в посудомойку пищевой и даже замораживать не можно то есть может быть и даже грибов летом соберу по намораживание будут грибочки все что угодно холодец развела по таким судочкам хотя нет на холодец когда наши девочки варят каком холоса получается ого-го холоса уже хочется я с вами начала говорить и думать что я начала говорить про холодец хочется холодца еще взяла поскольку сейчас надо не добавляться свининки и всего сладенького такого всего сейчас вам покажу мне есть такое желе без сахара вот такие желе без сахара то есть сахарозаменителем тоже сделал себе стакан желе вроде как ты сын и вот видите филе рыбки 45 крон но из него можно делать котлета в котлеты можно положить кабачок цукини и морковку лучок то есть как-то разбавить калорийность овощами уже люди как рыбная котлета но она разбавлена овощами все много сильно рассказать не буду все рассказала а что еще сегодня мы с анюткой ходили к стоматологу утром и не поверите я без переводчика поняла что вдруг я понимаю врача но там конечно сложного ничего не было имеет ли ребенок аллергию какое-то заболевание там насморок дуны дышит ли нос все эти вещи ничего сложного но я понимал что я понимаю я могу ответить в класс и я просто зайти как-то так я иду в класс и у меня в уме сформулировать фраза не знаю правильно нет я когда запомнила что у меня непроизвольно начала думать на норвежском языке я гленте фласки типа ем то есть я забыла бутылку с чаем дома я и тренгер шопер фласки ванн я должна была купить бутылку воды и такая стала то есть я подумала норвежском как я хочу к чему пришла все заходи 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 как бы все было здорово и вот для меня это было то есть я начала от ни с того ни сего какой-то момент такой раз и начала думать я подскажу когда кассиру тоже что-то говорю то есть у меня на чем какой-то знаете вот где это что-то начало это процесс потому что у меня было такое я читаю где-то чуть а у меня вообще вот пространство но не я ничего даже не отслужится я Я думала, да что ж такое, ну что ж происходит-то. Вот, окажется, всему нужно своё время. И, может быть, знаете, в последнее время я сместила фокус, начала больше бегать. Я уже по вечерам не занимаюсь, занимаюсь больше утром на свежую голову. И, может быть, это послужило, что, знаете, вечером ты уже уставший, сидишь, открываешь что-то, а тебе оно не идёт. Может быть, поэтому. Может быть, просто пришло время, не знаю почему. Вот по поводу практики. Многие спрашивают, практики у меня ещё нет. Но учитель нам сказала, что вот скоро-скоро очень у каждого будет тройное собеседование, когда куратор, учитель и сам ученик. И после этого, не переживайте, у всех будет практика. То есть не переживайте, без практики не останетесь. Ну, знаете, чтобы ролик долгим не был, там сколько-то у нас получится, там минуток 8. Очень даже считаю, что нормальный ролик. Всё, мои дорогие, поделила с вами всем интересным, всем хорошим. А, что ещё? У нас есть такая игра, Кахут. И вот там, знаете, выскакивают какие-то вот вопросы, у вас нет возможности в локус настрете перевести. Вот как понял, иногда методом тыка, иногда интуитивно, иногда просто вот нажал что-нибудь. И там по баллам. И вот у меня всегда, знаете, там самое-самое-самое в конце, где-то это Наталья Олеговна будет. Что-то где-то ещё, так внутри у меня начала подниматься там планочка. Уже я там не самая последняя, не предпоследняя. Последняя, я уже, знаете, грубо говоря, в пятёрке, когда и в десятке. Я думаю, ой, как хорошо, с тридцати человек, и они самое-то, знаете, двадцать девятое. Уже меня это радует. Кто-то, знаете, скажет, ой, чей не радость? А для меня радость, для меня каждый прогресс, вот каждый маленький шажочек – это радость. Я понимаю, что я не такая, как я была вчера. Я тебя не сравню с кем-то, кто, знаете, знает там английский, уже приехал, там хорошо подготовился, норвежский, много-много языков. Есть люди, которые полиглоты, которым это хорошо даётся. Я понимаю, что вот для меня даже это прогресс. И всегда надо себя здесь есть, за что похвалить. Девочки, хвалите себя. Я вот понимаю, что бегаю, у меня, сейчас вам всталю, и 17 тысяч шагов за день бывает, и 15 тысяч шагов бывает. Было даже как-то, по-моему, там 18. И вот я себе говорю, я умница, и себя не жалею, потому что иногда идёшь, ой, бедро начало колоть, просто сбавляю темп, домой не иду. Ой, ноги там где-то у меня, вот эти щиколотки сами болят, всё, чуть меньше. Вчера иду вот в области, вот здесь вот, не знаю, что, печень вроде как, начало колоть, и такая, печень, печень, колю, что же мне с печенью, такая, так иду, вдыхаю, выдыхаю, но домой не возвращаюсь, потихонечку, не спеша, думаю, можно просто сбавить темп. Просто чуть медленнее идти, но идти всё равно надо, потому что идёшь, тогда идём мы, работаем руками, у нас, вот здесь эта часть у нас худеет, там где надо, очень девочкам нам. И, понятное дело, что животик, попа, ножки, то есть, я вот хочу, знаете, на лето выйти, такая вся, подтянутая, чтобы тело было такое упругое, такая вся, красотка, чтобы было. Потому что, знаете, это мне надо для себя. Вот кто-то говорит, ой, женщины никогда не заматерированы для себя, всегда им надо для кого-то. Нет, когда вы развиваетесь перед зеркалом, смотрите на себя, и у тебя там нет целлюлита, нет какой-то рыхлости, это мега круто. Когда ты понимаешь, что тебе 47 лет, и у тебя такое офигенское тело, это девочки вот так. Поэтому не ленимся, пытаемся сами себя мотивировать, хотя у меня вот с едой очень трудно. У меня очень трудно с едой, я так люблю поесть чипсики. О, боже, как хочется чипсиков, картошки жареные, ой, как хочется жареные картошечки, ой, блинчикам мне хочется жареных, и того, и того, мне всего этого хочется. Но я потом думаю где-то, то есть, уже я не сяду, вот происходит изменение сознания, изменение мышления. Я уже не сяду и не налопаюсь 10 блинов с нутеллой или со сгущёнкой, нет. Я уже даже если я съем, когда жарю, я понимаю, что я два блинчика попробую, пока я их жарю, там, на соль, на вкус, что-то ещё. Но я уже не сяду, 10 блинчиков, я уже не налопаюсь. То же самое делала недавно сыр с грибами, но дело туда добавляло много-много вкусностей, сыра, плавленый сырок, что-то ещё. Я такая думаю, я приготовил этот сыр, у меня ребёнок его любит, я даже не попробовала, потому что я понимаю, что он не может быть невкусным, что я его готовила миллион раз, да, он оказался вкусным. И вот я понимаю, что мне нельзя садиться и пробовать, потому что если я попробую, я себе положу тарелочку, а будет очень вкусно, я положу себе вторую тарелочку и третью, и, знаете, то пошла вода в хату, нет, мне надо если держаться, то держаться. Отняла у девчонки ролик, так, сниму резинку, прям что-то голова же болит. Ой-ой-ой, как хорошо. Меня поймут все девочки, которые, знаете, вот ходят с этой гурой на голове, а потом к концу дня приходите домой. Это как, знаете, снять каблуки, вот то же самое, когда вы распустили волосики. Ой, как хорошо. Да, бабка-ёшка, да, лохмата, мне там все говорят, ой, что у вас с волосами. Ну, вот они у меня такие, понимаете, во все стороны пушатся, куда им хочется. Ну, вот какие есть, и характер у меня такой, знаете, ух. Так, о чём? Смотрите, с вами поговорила и собрала себе тарелочку. У меня здесь помидорки, то есть это витаминки наши, очень много зелени, потому что надо объём. Когда съедаете такой объём, уже у вас что-то другое не полезет. То есть надо заполнить желудок объёма, когда пытаемся похудеть. Вот это у меня зелёненькое, если я буду спрашивать точно. Это у меня был творог, я его перебила с чесночком, с укропчиком, с зеленью, которая была. То есть чесночок мой, свеколка для работы кишечника, и она, когда что-то выварите или готовите больше, чем 10-15 минут, это уже углеводы. То есть это у меня аналог макарон или риса на тарелке. Всё, вот такую тарелочку я сейчас съем. Ну, рыбка, понятное дело, это белок, белок очень нужен. И вот я съем такую тарелку, я её осилю, поверьте мне. И мне уже в течение часа-полтора не захочется есть, потому что у меня была проблема. Я прихожу, пить чаёк, ага, чаёк выпили, но не насытились. Я вот, я худею, я съем рисовый хлебушек, один, второй, третий, четвёртый, а они всё-таки как бы по калорийности, там 30 калорий. То есть вы не наелись, вы съели там несколько штук этих печенок, а голодные рисовые. У меня вот, сейчас вам покажу. Вот у меня фикс-прайс рисовый этот хлеб, он всё-таки достаточно калорийный. В расчёте на то, что он лёгкий, а вы там сидите один-два. Но когда вы съедаете пять штук, то там в калории меньше не становится. У меня там есть фитнес-хлебушки всякие, то есть я всего накупила. Но если вы не сядете и нормально не поедите, вы вот этим всем наберёте столько же калорий, сколько если бы вы сели и обожали себе яичницу. Кстати, яичница очень классный перекус. Сейчас я полюбила яйца. Яйца с грибами. Надо бы есть, конечно, один белок. Я к этому приду, я в процессе. Я об этом думаю. Но пока мне нравится прямо вот яичинка. Всё, мои хорошие. Всем здоровья, любви, красоты, шикарного настроения. Впереди выходные. Я всем желаю мега-крутых выходных, чтобы у вас были, знаете, эмоции, воспоминания. Там дождь пусть идёт. Поменяйте шторы, купите себе что-то, с чего вам хочется. Пойдите с подружкой в кафе, вот просто, знаете, там полялякайте просто, как я это называю. Вот хочется в бассейн, в бассейн. Хочется кому-то по дождю в горы, идите в горы. Делайте то, что вам хочется. Жизнь у нас одна единственная. Не смотрите на кого-то. Не смотрите, кто вам что скажет. Вот что, как вы чувствуете, вот так и живите. У вас не будет... В следующий день вы его завтра не проживете, он уже ушёл. Он возврату, обмену не подлежит. Помните об этом всегда. Каждый день в вашей жизни возврату, обмену не подлежит.